Так, вот, я включил запись, все. Были вопросы относительно стоп-заявок, как их ставить, зачем их использовать. Народ не разобрался, зачем их использовать, когда еще нет ничего. Давайте сейчас я показываю. Смотрите, вот, например, мы работаем с каким-то инструментом и ожидается важная новость. Сейчас, кстати, очень много важных новостей будет идти по Америке. И вот это актуально достаточно. Почему я хотел, значит, а тут вижу непонимание просто. Вот, смотрите. Сейчас включаю экран. Смотрите, вот у нас акция есть какая-то, да? Вот. И за которой мы наблюдаем. И черт ее знает, вот новости какие-то выйдут, и она вот как-то вот так вот раз вот колебалась, колебалась, и вот она останавливается. И выходят какие-то важные новости. Какие это новости? Ну, например, заседание совета директоров. Собираются назначить дивиденды. Будут такие новости? Будут. Повлияют они на курс? Повлияют. Если назначат дивиденды побольше, значит, курс скакнет. Если, так сказать, поменьше, то не скакнет. Потом, сейчас идет отчетность в Америке очень много. И то же самое. Ну, с Америкой, скажем так, не очень получится. С Россией скорее. Ну, то есть есть какие-то важные новости по компаниям. Ну, а уж я не говорю про фьючерсы. Там совсем это, ну, сплошь и рядом. Особенно по нефти, там еще, ну, там по доллару опять же. Еще по чем-то. И мы не знаем, куда пойдет курс. Но, смотрите, вот определенно мы видим, помните, я рисовал в самом начале курса, когда вот, ну, вот такие вот фигуры, значит, там, ну, здесь прямая линия должна быть. Вот. И вот после такой фигуры, это вот треугольник сходящийся, как правило, идет, ну, пробой достаточно резкий. Это первое. Второе. Значит, бывает так, что, ну, вот акция вот так вот ходит, 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 как-то вот так вот, да. И тоже она в каком-то канале находится, да, вот ленты Бойлинджера. Вот. И вдруг она пробивает канал вот этот. И если акция пробивает канал, то вот она вот раз, и она перескочит, скорее всего, на следующий уровень поддержки или сопротивления. То есть, либо туда, либо сюда. И мы не знаем, что с ней делать. Наверное, ее надо купить, если она пробила вверх. То есть, смотрите, если мы обычно take profit, мы ставим купить подешевле, да, а продать подороже, то здесь акция пошла вверх. Вот здесь вот. Ее вроде бы надо продавать, но она-то пошла вверх, и мы думаем, что она пойдет вверх дальше. Поэтому вот здесь вот мы ставим, вот здесь вот. У нас еще акций нет. То есть, вообще ничего нет. Мы здесь ставим стоп-лимит. Вот. Покупка. Потому что мы же должны купить. Если мы здесь поставим take profit, то, ну, понятно, что уже курс ниже, чем условие. То, значит, он тут же сработает. Нужно ставить стоп-лимит. И если акция пошла вверх, то мы ее покупаем. Стоп-лимит ставим. Вот оно вот условие. И чтобы, если пробой будет, значит, вот так вот. Вот он стоп-лимит. Акции еще не было, но мы по стоп-лимиту покупаем, когда акция выросла. Вот здесь понятно? Ну, кто-нибудь, ответьте. Так. 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 Что у меня тут? Где чат? Не вижу. А, чат, наверное, вот здесь. Я уже давно не использовал. Слышно-слышно? Ну, вот понятно, непонятно, я не вижу. Не писай. А? Светлана, я вас слышу. Понятно, я объяснил? Понятно, понятно, спасибо. Ну, вот это вот вопрос. Если есть еще вопросы, давайте еще отвечу на какие-то вопросы. Еще бывает, знаете, что, ну, скажем, я на Форексе смотрю курсы там какие-то, да, и я вижу, что нефть пойдет вверх, например, да. Ну, такое редко бывает. Вот. Ну, значит, тогда я просто ставлю то же самое. Стоп-лимит на покупку. Вот как бы все. То есть она, я знаю, что вверх пойдет, и давай я куплю ее где-то. А я уже не успею, да, я уже не успею, стоп-заявку поставить, как бы. А, take profit на продажу можно ставить? Ой, на покупку, на покупку. Нужно ставить take profit на покупку. Смотрите. То есть не разобрались, да? Сейчас тогда еще рисуем. Значит, смотрите. Так, стер все. О, так, так, так. Вот это. Вот. Сейчас я вот это вот уберу. Здесь. Вот, смотрите. Вот акция идет вот так вот. Вот она здесь и пошла вниз. Ну, конечно, вот здесь надо ставить take profit на покупку. Покупка take profit. Конечно, потому что мы же ждем, что она вот сюда пойдет, а потом вот сюда. Take profit на покупку. А потом, а вот здесь вот мы ставим take profit на продажу. То есть вот здесь, вот в этой ситуации, когда у нас боковой тренд, значит, мы продали здесь, здесь ставим take profit на покупку, потом take profit на продажу и так далее. Это боковой тренд, это один вариант. Второй вариант, когда я говорю, что вот мы, значит, бьем, бьем сюда или даже вот в этом варианте. Вот смотрите, вот в этом варианте. Вот он идет, 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 идет. Мы здесь ставим take profit на продажу. Поставили. Значит, она вот дошла сюда, превысила, пошла вниз, только дернулась вниз. Мы продали. Мы продали. Так? Потом вот здесь вот take profit на покупку. Значит, ну да, на покупку. То есть мы в short продали. Здесь мы его закрыли. Take profit на покупку. И снова, значит, открылись сюда, еще один take profit. Пожалуйста, вот пошел, 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 пошел здесь. Но вот это вот счастье, боковой тренд, он долго не бывает. Раз, два, три. Вот обычно три, ну, четвертый раз он редко срабатывает. А дальше идет, скорее всего, вот обычно вот так вот, на затухание идет. И здесь вот, в таком случае, вот здесь вот. Вот, то есть, смотрите, вот мы продали, и мы надеемся, что она вниз пойдет. Так? А она, значит, взяла и хренак и вверх понеслась. Вот здесь вот всегда должен стоять, ну, по-любому. Так, сейчас. Не получается у меня что-то. Вот. Вот здесь вот, сверху где-то, вот, у нас должен стоять стоп-лимит. На покупку. Потому что, если пробило наверх, вот, ну, он повыше должен стоять чуть-чуть. Если пробило наверх, надо его туда задирать. Ну, в смысле, вот. Мы продали, а она пошла дальше вверх. У нас убытки генерируются. Вот это вот страховочное, он всегда должен стоять? Вот он. Он должен стоять. Вот здесь. А вот здесь вот мы ставим take profit на продажу. Вот он раз пошла, мы продали. Он пошел вниз. Но у нас вот этот вот стоит. Стоп-лимит. Это глобальный. И вот здесь вот еще один. Вот как только мы продали, мы ставим вот здесь. Вот здесь вот. Стоп-лимит уже на покупку. Потому что, ну, как бы и take profit, take profit и stop-лимит мы ставим на покупку. Вот здесь мы покупаем, take profit, а здесь stop-лимит. Вдруг она пойдет вверх. И если она пошла вверх и пробила вообще все, то она пойдет вверх дальше. Вот, смотрите, вот, например, вот. Так, сейчас, секундочку. Так, не то, у меня не получилось. Вот она. Вот, смотрите, вот акция идет, идет сюда, 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 сюда. Мы продаем. И сразу ставим take profit вот здесь и stop-лимит вот здесь. То есть take profit и stop-лимит, одна заявка. Но вот здесь вот это сверху, вот она стоит для страховочки у нас. Всегда. Потому что если пробила, то она попрет вверх. Вот как-то так. Вот. Но она не пробила, она пошла вниз. И вот здесь раз сработал take profit на покупку. Мы продали, мы купили. Мы в плюсе. Значит, ставим снова на продажу, еще одну на покупку. И мы, значит, здесь ставим take profit на продажу. Но вот этот вот стоит. И вот пока он здесь, вот мы вот так раз, вот, словили. Short. Потом раз, словили long. Раз, словили short. Словили long. Словили short. Вот. А дальше уже, хопа, она, вот, и она пошла вниз, она не дошла до верха. Вот у нас здесь вот где-то стоит, вот, да, take profit на продажу. Она не дошла. И она пошла вниз. Ну, вот пошли. И сюда не дошла. Ну и бог с ней. А все уже, колебания завершились. Не надо здесь дергаться. Вот она идет, здесь идет. Тогда мы здесь уже, мы ждем, что все. Вот здесь вот мы поспекулировали. Три раза больше не будет. У стоп-лимита условия на покупку, цена больше, да. Вот смотрите, вот, вот. Так. Сейчас попробую. Смотрите, вот здесь вот. Ну вот, цена вот здесь, да. Вот здесь. Мы ставим take profit на продажу. Согласны? Ну да. На продажу. Вот она дошла сюда, пересекла. А, сейчас, 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 секундочку. Так, сейчас вот, давайте. Помедленнее. Не получается у меня ручкой. Так, хорошо. А сейчас вот этой. Так. Вот у нас. Take profit на продажу стоит. Вот цена здесь. Вот цена у нас сейчас здесь. У нас стоит take profit на продажу. Вот она превысила. У нас там эти самые отступы от максимума там стоят. Все. Вот она пошла вниз. Мы продали. Все. Вот она сделка. Видите, да? Сделка. Значит, вот эта вот линия исчезает. И как только мы продали, мы ставим take profit на, take profit и stop limit на покупку. Take profit вот здесь. Так, сейчас, секундочку. Значит, вот эта вот у нас заявочка исчезла. Вот эта линия тоже у нас как бы исчезла, да? Мы ставим. Давайте я вот это покрасивее, значит, нарисую сейчас. Вот. У нас заявка состоялась. Вот здесь. Все. Теперь я беру и ставлю здесь. Сейчас я сотру вот это. Так, секундочку. Вот у нас сделка состоялась. Short. Я ставлю вот здесь вот. Take profit и stop limit. Комплексная заявка. Вот здесь вот у нас будет стоять take profit. И stop limit. Вот здесь где-то стоять. То есть, если мы продали и цена пошла вверх, мы ограничиваем свои убытки. Если мы продали, цена пошла вниз, то мы вот эту вот заявочку, вот эту вот stop limit, вот мы потихонечку начинаем двигать вниз, вниз, вниз. И мы уже в безубытке сейчас. Понимаете? А take profit у нас стоит вот здесь. Мы уже в безубытке. Ну, совершенно спокойно. Ну, вот раз, она доходит сюда. И сделка закрывается. Все. Сделка закрылась. У нас вот это. Хопля. Вот это вот у нас тоже исчезает. Исчезает. И вот здесь вот у нас стоит сделка вот сюда. Вот. Все. Вот. Вот она сделка завершилась. Теперь дальше. Мы снова что делаем? Покупаем. Мы думаем, что она вверх пойдет. Поэтому, после того, как здесь сделка завершилась, ну, мы где-то вот здесь вот ставим. Хорошо. Давайте вот здесь поставим take profit на покупку. Так? То есть нам надо уже купить снова. И вот он сработал. Значит, вот эта сделка уничтожается у нас. В смысле, вот, take profit сработал на покупку. И она пошла вверх. Вот она сделочка. Видим, да? Как только сделка произошла, мы ставим вот здесь вот take profit и stop limit уже на продажу. Вот здесь вот будет take profit на продажу. Ой. Take profit. И stop limit на всякий случай, потому что, а вдруг она вниз уйдет, да? Чтобы ограничить наши убытки. Если наша убытка, если она пошла вниз, мы ограничиваем убытки. Она идет вверх. Все хорошо. И, значит, вот здесь она закрывается. Вот она сделочка встречная. Бамс. Все. И вот эта заявка исчезает. Take profit и stop limit комплексная. Вот она take profit и stop limit. И, опять же, мы ставим take profit на продажу и снова сюда. И, ну, и так же, так сказать, ну, повторяется. Видим, да? Вот. И тут снова срабатывает у нас по этой же схеме take profit. Еще раз мы. Еще раз мы точно так же. Потом еще. Еще раз вот у нас получается вроде, да? Вот она вот. Вот у нас получается. Дальше мы купили. Мы купили. И смотрите, что получается. Вот здесь вот по этой схеме. А у нас стоит вот здесь вот. Take profit. И вот здесь вот стоит вот. Сейчас, секунду. Так. Stop limit вот здесь вот. Вот здесь на продажу, да? Вот у нас есть заявка куплена. Здесь стоит take profit. И stop limit. На продажу. Она не доходит сюда и не доходит сюда. Все. Она снижается. Она снижается. Здесь надо уже все, значит, лафа закончилась. Значит, надо, как только она поднялась, ну, вот этот вот стоп-лимит наш поднимать вот сюда куда-то, чтобы уже, ну, по крайней мере, с безубытком где-то, ну, или с убытком небольшим. И take profit вот сюда мы приближаем. То есть мы сужаем вот наш диапазон. Все. Где-то мы сработали. Дальше не надо уже вот сюда вот мельтешить. Ничего не получится. Дальше уже вот эту вот заявочку ставим. Вот хопа, вот сюда. Вот здесь уже будет. Вот здесь уже стоит. Уже не take profit, а стоп-лимит покупка. Потому что если она пойдет сюда, то это пробой. Это все. Это пробой, скорее всего. И точно такая же заявка вот здесь должна стоять. Вот здесь. Стоп-лимит sell. Все. То есть вот если она сюда пойдет, то мы покупаем. А если она сюда пойдет, то мы продаем. Потому что дальше, дальше курс, скорее всего, пойдет вот так. Вот он. И ракета. И вот до следующего. И вот так вот. Понимаете? То есть здесь надо уже покупать. И дальше вот этот вот... Вот он. Стоп-лимит сработал на бай. Это уже разные заявки. Это одна, а это другая. Одна из них сработает. Все. Вот он сработал. Пошла ракета. Как только ракета пошла вверх, у нас вот эта вот заявка исчезает. Вот она исчезла. И вот здесь вот мы купили. Мы купили. Мы берем вот эту заявочку сразу. Ну, где мы ее купили? Вот здесь вот мы ее купили. Вот здесь вот мы ее купили. И вот в этот момент, как только мы купили, все, она пошла ракетой вверх. Ну, черт его знает, пошла или не пошла. Вот этот вот стоп-лимит цел. Мы берем тут же и вот сюда вот перемещаем. Вот так вот. Раз. Скорее всего, она пойдет вверх. Ну, черт его знает. Там всякое бывает. Вот. Но она пошла вверх. Она пошла вверх. И вот она идет. Вот отсюда. Вот она пошла вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Вот она идет сюда. А мы в это время потихонечку что делаем? А мы в это время поднимаем, как она идет, мы поднимаем вот этот вот стоп-лимит на продажу. Вот здесь мы уже в безубытке. И дальше поднимаем, поднимаем, поднимаем. Дальше мы смотрим. Вот он уровень, да? Ну, где-то здесь вот уровень следующий. Пробьет она его или нет? Бывает, что два уровня пробивает. Бывает три уровня, если какой сильный сигнал. Вот здесь вот мы поставили. И смотрим. Так, раз, раз, раз. Она замедляется. Она здесь замедляется. Но мы берем тогда и вот здесь вот эту вот раз, раз, раз поднимаем вот сюда где-то. Все. Мы здесь словили. У нас, вот смотрите, вот здесь вот мы по мелочам. Тик, так, тик, так, тик, так. Ну, помалу. А вот здесь вот, вот это вот, как правило, в пять раз больше, чем вот каждая из этих. То есть здесь раз, два, три, четыре, пять. Дай бог, если такое будет. Это чудо на самом деле. Три волны вы, так сказать, ухитрились поймать и все хорошо. Это чудо. Вот. Если три волны. Обычно вот это вот раз поймали, а вот это, например, раз и не дошла чуть-чуть. Пошла со следующей волной, понимаете? А она у вас куплена. Ну, и вот так. Вот. И, короче говоря, ловите, ловите, а она не ловится. Вот. А потом, а вот если вот это поймаете, по стоп-лимиту вот на бай, то здесь сразу, как пять вот таких вот. Понимаете? А насколько выше или ниже должен стоять этот стоп? Ха-ха-ха. Так я и сказал. Это ваше искусство. Чтобы не было лишнего пробоя, значит, там и от вашей жадности. Вот. Теперь дальше. Если цена ниже, то стоп-лимит, если цена выше. Вот. Смотрите. Я что-то не понял. Смотрите. Есть заявки. Разберитесь, пожалуйста. Есть заявка стоп-лимит на покупку. Давайте рассмотрим. Ну, там бай, да, покупка стоп-лимит. Как она работает? Как работает стоп-лимит на покупку? Смотрите. Вот у нас стоит. Вот он. Стоп-лимит на покупку. Вот она наша текущая цена. Наша цена ниже. Вот она условия. Видим, да? То есть наша цена ниже. Стоп-лимит на покупку стоит. Как только цена превысила вот этот предел, мы ставим цену в стакан. Вот какую-то вот такую вот запредельную. Потому что в стакане берется лучшая цена на покупку. Самая нижняя из стакана берется. Здесь не жадничайте. Здесь вот любую цену отсюда поставим, потому что цена автоматически ставится лучше. То есть она вот, скорее всего, где-то здесь. Ну или там пару тиков чуть выше. Вот. То есть здесь мы ставим цена срабатывания заявки. Вот это. А цена реальной заявки, которая в стакан будет, вот это. Сейчас пишу. Русский. Вот он. Цена условия ниже, вернее, цена условия выше, чем текущая цена. А цена просто, цена выставления заявки еще выше, намного. Теперь то же самое на стоп-лимит, на продажу. Стоп-лимит, когда мы ставим на продажу. Селл стоп-лимит. Цена, вот это вот условие, ниже, чем текущая цена. Так, русский. Цена условия ниже, чем текущая цена. Хуже, правильно? А цена заявки еще хуже. Чтобы первая в стакане взялась цена. Ну, вот так. И дальше уже там ловим снизу или вот ловим сверху. Сейчас смотрите. Ну, давайте покажу на квике. Так, просто квик у меня сейчас уже весь, я весь в опционах. Поэтому. Так, смотрю. Ну. Сейчас я посмотрю какой-нибудь. Так, шуметь мне не надо. Ничего себе. Уже время заканчивается. Так. А давайте, знаете что? Сейчас на индексе. Хорошо. Так, кто-то у нас там шумит. Я просто... Сейчас звук надо у всех отключить. Так, сейчас. Все, выключил звук у всех. Так. Вот, пожалуйста. Вот он, индекс РТС. Четырехчасовой. А еще лучше, наверное, бренд. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Да, бренд. Ой, а она пробила все. Она ушла вниз. Вот он, вот, смотрите. Вот он уровень. Вот он был уровень. Блин, она не сработала. Сейчас. Все. Мне надо продать. Вот так. Все, я продал нефть. Вот, у меня, смотрите, стояло что. Вот здесь вот. Вот она, вот. Вот видите, вот нефть доходит досюда и пошла вверх. Доходит досюда, пошла вверх. Вот у меня стоял вот здесь вот стоп-лимит на продажу. Стоп-лимит на продажу. Но почему-то вот пробила ее. Не там выставила цену. Как я выставляю здесь вот стоп-лимит на продажу? Ну, давайте вот здесь вот я поставлю сейчас на 64.39 стоп-лимит на покупку. 64.40. Смотрите, я беру, нажимаю на правую кнопочку, новая стоп-заявка. Ну, там до отмены я обычно ставлю. На покупку. Тейк-профит и стоп-лимит. Я ставлю только стоп-лимит. Стоп-лимит. Если цена больше либо равно, чем 64.40, 64.40, то надо купить один лот по цене 64.50. То есть 64.40 плохая цена, 64.50 еще хуже. Вот она, вот. Стоп-лимит на покупку. Видим? Видим. А у меня вот здесь вот стоял стоп-лимит на продажу. Вот здесь. Вот он, где красная. И он сработал, предположим. Но он почему-то пробил его. Не сработал. Вот. Теперь смотрите. Вот он у меня продан. И теперь я что делаю с этой заявкой? Я беру ее и вот так вот двигаю вот сюда. Если цена пойдет вверх, все. Но вот эти вот заявки, они должны всегда стоять. Вот здесь вот сверху, вот видите линии Боллинджера. и вот она должна стоять. А, я понял почему. Я ее двигал. Вот смотрите, вот я ее сейчас сдвинул, да? Смотрите, вот сейчас, да? Условия срабатывания, инструмент условия, стоп-цена 65.18, видим, да? То есть если она превысит 65.18, я должен купить. А я забыл, что цена срабатывания, видите, 64.5. Что у меня и было, собственно говоря. Поэтому она не сработала, поэтому здесь стояла заявка. Вот здесь я ее двинул, только что продал. Еще раз, вот смотрите, вот инструмент условия нефти, стоп-цена 65.18 сейчас, а цена 64.5, поэтому она не сработает. Цена вот эта стоп-заявка раз, пересекла эту линию, по какой цене она выставит? По 64.5, она вот здесь вот выставит цену на покупку, а текущая цена здесь, не купится. Поэтому, поэтому, вот здесь вот надо делать следующее, вот когда я ее двигаю, надо смотреть внимательно. Там я двигал, я расслабился, короче говоря. Вот, заменить стоп-заявку, и вот здесь вот уже, значит, 65.50 надо ставить. То есть, цена должна быть еще хуже. Окей. Вот все. Здесь внешне ничего не изменилось, но уже 65.50, она выше. Так, кажется, Кирилл понял. Просто это очень важный инструмент. Тоже. То есть, тейк профит, это шикарно, но по стопам покупать или продавать тоже хорошо. Они не только для ограничения, но и, не только для ограничения убытков, но еще, значит, уловите, что цена резко пошла вверх или вниз, мы ее ловим. Вот так. Тут по тейк профиту никак не купишь. Это важно. Ну, я надеюсь, я как бы объяснил. Нас сейчас отключат. Давайте, сейчас 3 минуты осталось, 4. Есть еще вопросы? Ну, вроде нет. Запись я выложу вот этого и, ну, да просто в чат выложу и все. Окей? Ну, ладно, если что, какие-то вопросы там будут, вот такие вот групповые, ничего не подключиться, можно подключиться. Ладно, все. Ну, можно будет пересмотреть, если что, непонятно. Все, счастливо, успехов вам. все останавливаю. Так, все. Все. Завершаю. Субтитры сделал DimaTorzok,